Екатерина, здравствуйте! Мне кажется, что у художников есть традиция посвящать каждую свою новую выставку, какому-то событию, дате. Чему посвятили эту экспозицию вы? Ну, само название говорит за себя, название «Места силы». И вот на этой выставке небольшой такой камерной представлены, ну, реальные места, которые притягивают людей со всей планеты, потому что они считаются святыми, они обладают особой энергией. И у меня была недавно поездка в Индию, то есть я месяц провела в путешествии вот как раз по таким местам. И, в принципе, я решила сделать выставку именно «Места силы», потому что я их много посетила. И здесь представлены практически все новые работы. Это наш горный Алтай, это Белуха, это Акт-Ру. И вот как завершение это Манимакеш-Кайласа, гора, которая священная для не только Индии, но и людей со всего мира. Здесь представлены Кайлас, тибетский Кайлас, известная гора. И я решила сделать именно вот такую тему, показать ее. Здесь, кстати, есть и Барнаул, пейзаж Барнаула, церковь наша на Балтийской. То есть для мест силы не важно, где и куда ехать, они могут быть рядом с нами. Мы их можем проходить мимо них каждый день. И вот эта выставка, она пример вот таких мест. А как вы понимаете, что именно вот этот пейзаж, именно вот эта гора, река является тем самым вдохновением для вас? С местом силы, как в целом? Если это место притягивает, если хочется остановиться, писать его, то оно будет местом силы. Но энергетика, ее никогда не спутаешь. Я думаю, каждый творческий человек, а вообще человек чувствительный, он узнает, услышит это место. И оно его притянет к себе. Также вот, как и меня, притягивают эти все места. Но есть места, которые известны уже много тысяч лет, куда люди ходят, там поклоняются им. То есть есть места с историями. Есть места, которые знаю только я, допустим. До меня они вместо силы. Как вы работаете? На пленэре или делаете фотографии? Это же картины выполнены уже дома, в мастерской, я так понимаю? Нет, большие работы, это да. Это работы, сделанные в мастерской. А все, что вот небольшого размера, это все этюды. То есть это написаны на месте, это пленэрные работы. Это не картины, сделанные по фотографиям, это этюды, можно так сказать. Завершенные этюды, которые уже стали, в принципе, самостоятельными произведениями. Давайте подойдем к одной из картин. Вы расскажите, как все было на месте. Вот эта работа совсем новая, буквально написанная три недели назад, специально для этой выставки. Поскольку еще совсем мало времени прошло, как я вернулась в ноябре из Индии. И эта работа считается, ну, как бы, такой, пока что завершающей для этой выставки картиной. Это высота 4 тысячи, я сюда шла три дня с рюкзаком, то есть с палаткой, трекинг такой серьезный. Вот. И гора священная, она называется Манимакеш-Кайлас, то есть это место, где живет Шива. Ну, все мы знаем, о чем речь. Место поклонения, вот здесь написаны, видны символы, флаги, куда приходят, поклоняются, молятся и, в общем-то, и уходят. То есть мы пришли туда вдвоем, мой проводник был, человек из Москвы, то есть показал это место, мы ходили специально для медитации. Ну, я делала этюды, но в этот раз я писала акварель, потому что этюдник нести было невозможно, потому что был большой рюкзак, который был там 20 с лишним килограмм, уже с этюдником никак. Вот куда тянет теперь Екатерина Темкина? Какое путешествие вы запланировали и какую выставку нам ждать в следующий раз? Ну, хотелось бы в Мексике побывать, это да, то есть Америка, Южная Америка, хотелось бы побывать, посмотреть эти места, то есть то, что еще пока хотелось бы. Я думаю, может быть, в будущем это и сложится. Время покажет. Ну, творческих вам успехов. Спасибо большое. Ну, а я напомню, это было интервью с членом Союза художников России Екатериной Темкиной.